280 лет назад родился князь Григорий Потемкин, фаворит российской императрицы Екатерины II и один из наиболее могущественных государственных деятелей, эпоху ее правления. Эксперты отмечают незаурядные управленческие способности Потемкина и его огромные заслуги перед Отечеством. Он был одним из инициаторов присоединения к России Северного Причерноморья и создателем Черноморского флота. При его непосредственном участии в состав империи вошел полуостров Крым, были основаны города Екатеринослав, Херсон, Николаев и Севастополь. 280 лет назад родился князь Григорий Потемкин, фаворит российской императрицы Екатерины II и один из наиболее могущественных государственных деятелей, эпоху ее правления. Эксперты отмечают незаурядные управленческие способности Потемкина и его огромные заслуги перед Отечеством. Он был одним из инициаторов присоединения к России Северного Причерноморья и создателем Черноморского флота. При его непосредственном участии в состав империи вошел полуостров Крым, были основаны города Екатеринослав, Херсон, Николаев и Севастополь. В пять лет Григорий переехал в Москву, где у Потемкиных был дом. Благодаря влиятельным родственникам мать устроила его в гимназию при Московском университете. Также он заочно числился рейтаром в конной гвардии. Ему было позволено явиться на действительную службу после получения образования. Современники отмечали феноменальную скорость чтения и память Потемкина. Товарищи по учебе развлекались, прося его по памяти воспроизвести ту или иную страницу из прочитанных за считанные часы книг. После прохождения гимназического курса Потемкин учился в университете, но был исключен из него якобы за леность и нехождение в классы. Подлинные причины, однако, по сей день неизвестны. По мнению биографов Потемкина, это могло произойти из-за конфликта с администрацией. Мать хотела, чтобы Григорий продолжил учебу, но молодой человек сделал выбор в пользу военной службы. В 1761 году ему было присвоено звание вахмистра конной гвардии. Во время дворцового переворота 1762 года, приведшего к свержению Петра III, Потемкин, судя по воспоминаниям современников, стала одним из ключевых сторонников Екатерины II в конной гвардии. Новая правительница щедро наградила тех, кто помог ей прийти к власти. Так, Потемкин продвинулся сразу в чине, став подпоручиком гвардии, а затем камер-юнкером двора. Кроме того, он получил 10 тысяч рублей и 400 душ крестьян. По одной из версий, Потемкин уже в это время начал испытывать сильные чувства к Екатерине II, однако из-за политической зависимости от своего фаворита Григория Орлова и его братьев, она не могла ответить ему взаимностью. Вскоре после переворота Потемкина слеп на один глаз. Авторы исторических анекдотов приписывают это несчастье драки или дуэли с Орловыми, но историки не считают эту версию достоверной. По воспоминаниям родственников, Григорий вернулся из Петербурга в Москву и сильно простудился. Для лечения он обратился к знахарю, который сделал ему наглазную повязку с неизвестным снадобием. Вскоре Потемкин почувствовал жжение, сорвал повязку и обнаружил под ней нарост, который и стал причиной потери зрения. В 1763 году Потемкин, сохраняя место в гвардии, стал исполнять обязанности помощника оберпрокурора Синода. На этом посту он содействовал проведению церковной реформы, по результатам которой государство усилило контроль над церковью и получило монастырские земли. В 1765 году Потемкин был произведен в гвардейские поручики, а в 1768 году – в камергеры. На следующий год Потемкин добровольцем отправился на русско-турецкую войну, при этом был произведен в армейские генерал-мэры. Во время боевых действий он находился в самой гуще событий, отличился при Фокшинах, Браилове и Журже. Государыня вела личную переписку с Потемкиным и просила напрасно не рисковать жизнью. В начале 1774 года Екатерина II и Григорий Потемкин сблизились. Согласно ряду свидетельств, летом того же года императрица и Потемкин тайно обвенчались, а в 1775 году Екатерина II родила дочь – Елизавету Темкину. Однако каких-либо документальных доказательств этому не существует, хотя сын Темкиной открыто называл Потемкина своим дедом. В конце 1775 года отношения между императрицей и Потемкиным ухудшились. Новым фаворитом Екатерины стал Петр Заводовский. Тем не менее, политическое влияние в стране Потемкин не утратил. В 1775 году он провёл масштабную военную реформу. Кардинально изменилось армейское обмундирование, были отменены пудра, косички и букли, вместо чулок начали использоваться портянки, новые мундиры стали прочнее и удобнее прежних. Шагистику сменила боевая подготовка. Потемкин требовал от командиров более гуманного обращения с солдатами и контроля над санитарно-гигиеническим состоянием личного состава. Князь также отвечал за ликвидацию в 1775 году Запорожской Сечи, в результате чего казаки перешли в новые воинские формирования, действовавшие сначала в Новороссии, а затем на Кубани. С 1779 года под руководством Григория Потемкина на Черном море началось строительство нового флота, который стал его любимым детищем. В 1785 году были официально утверждены штаты флота и Черноморского адмиралтейства, подчинявшиеся лично Потемкину. В 1774 году Османская империя вынуждена была признать независимость Крыма и передать России земли к востоку от Южного Буга. Однако условия договора, а также дипломатическая активность России в Закавказье вызывали у турецких властей недовольство, вылившиеся в 1787 году в новую войну, которая в дореволюционной историографии называлась Потемкинской. Потемкин к этому времени успел развить в Северном при Черноморье бурную административную деятельность. В 1776 году под его руководством был основан Екатеринослав, современный Днепр, в 1778 году Херсон, а в 1783 году Севастополь. При непосредственном участии Потемкина в 1783 году Крым официально вошел в состав Российской империи. В 1787 году Екатерина-2 совершила через Малороссию и Новороссию путешествие на полуостров, которое произвело на нее сильные впечатления. Администрирование Потемкиным всех бескрайних территорий Новороссии, которое осваивалось русскими поселенцами, сыграло крайне позитивную роль. Он многое сделал для развития этих земель, для их освоения, и совершенно несправедливо был обвинен в строительстве Потемкинских деревень. Эта история испортила биографию человека, которому надо десять раз кланяться за всю его колоссальную государственную деятельность на юге России, рассказал историк и писатель Дмитрий Володихин. Начало новой войны с Турцией позволило вельможе проявить себя в качестве полководца. В 1788 году российские войска под командованием Григория Потемкина и Александра Суворова взяли одну из мощнейших крепостей Черноморского региона – Очаков. Год спустя неподалеку от него был основан новый город с мощной верфью – Николаев. Посещающие Северное Причерноморье иностранцы были шокированы той скоростью, с которой застраивается и развивается регион, еще недавно носивший название «Дикое поле». В 1791 годах Потемкин фактически управлял перешедшей под российский контроль частью Молдавского княжества. К этому времени он уже являлся генералом-фельдмаршалом, сенатором, графом и князем Священной Римской империи, получил этот титул от германского императора Иосифа II. После посещения Крыма императрица пожаловала ему также именной титул Таврического. Огромные поместья, выделенные ему Екатериной II в Малороссии и Новороссии, сделали его богатейшим подданным российской короны. Потемкин победил множество врагов, как внешних, так и внутренних, но с одним справиться так и не смог. В 1791 году на фронте он заболел лихорадкой. Не доверявший врачам и занимавшийся самолечением царедворец смог заставить болезнь отступить, но полностью вылечиться ему не удалось. С тех пор время от времени у него случались рецидивы. В 1791 году особенно сильный приступ настиг Потемкина по дороге из Ясв Николаев. 16 октября могущественный сановник умер в поле возле молдавского села Рыдений Веки на руках своей казачьей охраны. Похоронили его в Херсоне. Масштабные планы по развитию Новороссии и разгрому Турции с последующим восстановлением Византии князь воплотить в жизнь не успел. Его смерть стала тяжелым ударом для Екатерины II. По словам историка Евгения Пчелова, Потемкин был выдающимся государственным деятелем и сыграл большую роль в истории России. Он был человеком большого ума и способностей, подчеркнул эксперт. По его мнению, со смертью Потемкина Екатерина II потеряла важную опору государственного деятеля, который был ее соратником, выполняющим важную функцию госуправления. Потемкин – масштабная и неординарная личность, один из ярких сподвижников Екатерины Великой, подытожил Евгений Пчелов.